Всем привет, это Еджиния, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поговорим о повторной реинфекции COVID-19 вирусом SARS-CoV-2. Возможно, вы слышали, что уже в мире существует несколько подтвержденных случаев повторного заболевания COVID-19, поэтому я хотела бы с вами рассмотреть этот вопрос. Мы поговорим, что это, возможно, может означать, что это меняет или не меняет для будущего. Ну и, конечно же, рассмотрим статистику одним глазком. Продолжайте смотреть. Извините, пожалуйста, за звуки. Недалеко строят новый дом, поэтому периодически происходит этот звук, и я ждала уже, в принципе, полдня, чтобы этот звук закончился, но, к сожалению, он так и остается. Надеюсь, что близость моя к микрофону немножко спрячет этот неприятный звук от ваших ушей. Извиняюсь. Я начну с того, что поделюсь с вами прекрасной новостью. Многие из вас советовали мне преподавать. И хочу с вами поделиться новостями, что мне предложили работу преподавать американским студентам, медсестрам, будущим медсестрам и медбратьям. Это медсестринский колледж, поэтому с 1 октября я буду преподавать в колледже. Второе объявление относится больше к вам. Я уже давно хочу учить своих детей русскому и украинскому языкам. Они немножко владеют разговорным, но, как сами понимаете, читать, писать они, к сожалению, не умеют и попрактиковаться, в принципе, здесь особо негде. Поэтому, если среди моих зрителей есть преподаватели, учителя русского и украинского языка, пожалуйста, отзовитесь. Я сейчас здесь на экране напишу мой имейл. Естественно, не за бесплатно. Я хотела бы хотя бы пару раз в неделю по скайпу или зуму, чтобы мои дети занимались языками. Единственным препятствием, конечно, является то, что у нас с вами разница во времени. Поэтому нужно будет, конечно, найти какое-то подходящее время, которое подходит и для вас и для нас. Но я думаю, что мы сможем договориться. Итак, повторюсь, если вы преподаватель, учитель русского или украинского языка, если вы на пенсии или вы хотите подзаработать и помочь моим детям выучить язык, это было бы прекрасно. Напишите, пожалуйста, в имейле ваше имя, ваш опыт работы, какие дни и какие часы для вас подходят. И я с вами обязательно свяжусь, выберу, если будет несколько предложений, самое подходящее время и надеюсь сотрудничать с вами в будущем. Также я хотела бы найти кого-нибудь, кто может помочь мне дизайном моего канала. То есть, может быть, сделать баннер, новый логотип, возможно, музыку. Поэтому, если вы хотите поучаствовать, помочь за небольшое вознаграждение, я была бы очень благодарна. Итак, поехали. Значит, на сегодняшний момент, давайте обновим страничку. Уже почти, почти, почти близко мы приближаемся к 28 миллионам случаев подтвержденного COVID-19 в мире. 906 тысяч смертей и более 20 миллионов выздоровеющих. Америка продолжает быть на первом месте с 6,5 миллионам случаев. В Индии 4 миллиона 462 тысячи. Огромными просто темпами скачет эта страна. Количество смертей тоже достаточно высокое. Бразилия на третьем месте 4 миллиона 197 тысяч. Россия на четвертом 1 миллион 41 тысяча. Перу 702. Колумбия 686. Мексика 642 тысячи. Южная Африка 642 тысячи. Испания 543 тысячи. И на десятом месте Аргентина с полумиллионами случаев. Если посмотреть тенденции за последние два дня, вот вчера Индия 89 тысяч, позавчера 75. Действительно, они лидируют. Если отсортировать по количеству новых случаев, естественно, Индия лидирует. Возвращаясь к числу заболевших в мире. Как вы уже, наверное, слышали, появилось больше информации о повторном заражении COVID-19. Естественно, такие заявления были и ранее. Но на данный момент пока официально зарегистрированных случаев повторного заражения SARS-CoV-2 было 4. Первый в Гонконге, потом один в Нидерландах, третий в Бельгии и четвертый теперь в США. Давайте посмотрим. Таких статей в СМИ достаточно много. Вот я выбрала одну статью за 28 августа и сегодня у нас 9 сентября. Чуть больше недели назад опубликовано. Вот один случай в Бельгии, один в Нидерландах и также они тут говорят о Гонконге. Вот Гонконг и теперь один случай в штате Невада. Чтобы этот повторный случай был действительно подтвержден, нужно было, чтобы в первом этапе заболевания лабораторно было подтверждено, что это был SARS-CoV-2. И точно также во втором случае микробиологи должны были подтвердить, что это действительно SARS-CoV-2. Поэтому в этом, в принципе, есть сложность. Естественно, в начале пандемии не у всех была возможность протестироваться, да и вообще тестов этих как таковых не было доступных для широкой публики. Поэтому это явление изначально практически невозможно было подтвердить. Но так как сейчас сентябрь, широкое распространение вируса началось в конце января-феврале, возможно, раньше, да, мы уже об этом знаем. Но тем не менее, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. То есть 7 месяцев. У нас уже есть записи и регистрация почти 28 миллионов, да. Из этих 28 миллионов только 4 подтвержденных случая повторного заражения. Для меня, в моем мнении, я вам сразу скажу, если у вас нет времени смотреть все видео, я считаю, что это незначительно. Если бы иммунитет действительно не длился совсем, или не вырабатывался, или длился там месяц-два, мы бы уже на сегодняшний день имели намного больше подтвержденных повторных заболеваний. Тесты есть в наличии. Многие страны тестируют очень многих, даже как бы людей бессимптомных, простых, обычных желающих. Поэтому такую информацию не спрятать. Она бы стала уже известной. В официальных научных документах эта информация еще не опубликована. То есть, в принципе, всю эту информацию мы сейчас видим только в СМИ. Если вы найдете, пожалуйста, дайте мне знать. Может, я, конечно, пропустила. Но из того, что я видела, пока даже не было выпущено припринта по поводу исследования как бы этих повторных заболеваний и вообще исследования по описанию заболевания, по процессу, по здоровью и состоянию этих пациентов, которые повторно заразились и так далее. Как понимаете, каждый человек имеет разный иммунитет. Организм в ответ на наличие вируса должен выработать иммунный ответ. Мы с вами говорили о более длительном иммунном ответе, да, через клетки памяти Т-лимфоцитов. Мы с вами говорили о антителах и так далее. Пока то, что мы знаем, что человек, который заболел в Неваде, ему 25 лет, и что второй случай заболевания был более тяжелый, чем первый. Вот это вот как бы самое странное в этом случае. Почему это странно? Потому что повторное заболевание, даже если, допустим, человек первый раз переболел несерьезно, все равно иммунный ответ должен был определенно сформироваться. Даже если слабый, все равно это лучше, чем никакого иммунитета совсем, как было для большинства в первый этап заболевания, когда еще совсем не было никакого коллективного иммунитета, ни у кого не было иммунитета конкретно от SARS-CoV-2. Вот, поэтому если человек уже переболел один раз, все равно второй раз, по идее, должен быть слабее или бессимптомней совсем. Это единственный случай, в котором первое заболевание было легче, чем повторное. Я очень жду официальную информацию по этому поводу, я думаю, что это будет очень интересно почитать. Тут очень много факторов влияет не только иммунная система. Как вы понимаете, допустим, у человека может быть ВИЧ или СПИД или какие-то проблемы с иммунной системой, которые остановят выработку иммунного ответа, так сказать. То есть тут много может быть факторов. Во-вторых, возраст тоже. Чем старше человек, тем слабее у него иммунный ответ и тем медленнее. Ну, в этом случае человек в 25. То есть это, скорее всего, исключение из случаев. Нет ничего невозможного. Как бы даже, допустим, такой вирус, как грипп, мы прививаемся каждый год. Каждый год немножко новая версия циркулирует в мире, поэтому иногда мы с вакциной попадаем, иногда нет. Но даже когда не попадаем, все равно это помогает, допустим, предупредить самые плохие осложнения. Человек не болеет так серьезно. Вот. Кстати, по поводу прививки от гриппа. Существует такое мнение, что человек, который прививается от гриппа, может переболеть гриппом сразу после прививки. То есть вот это вот чувство слабости, там усталости иногда бывает. Но хочу напомнить, что есть два вида вакцины от гриппа. Есть назальный спрей. То есть это ослабленная вакцина, но живая. Сейчас эту вакцину практически не используют. А ту, которую массово люди принимают каждую осень, начало зимы, это мертвая вакцина. То есть она никаким образом, даже теоретически не может дать вам заболевание гриппа. Это по поводу гриппа, но тем не менее, что имелось в виду? Что обычно у человека, смотря какое заболевание, конечно, но вирусные заболевания обычно не продуцируют длительный иммунный ответ или вечный иммунный ответ. Вот, в общем, я не буду сильно углубляться. Подождем официальных документов. Пока это все только информация в СМИ. Я не говорю, что это вранье. Вполне вероятно, что действительно в ближайшее время мы увидим припринт. Человек, который переболел в Гонконге. Второе заболевание у него, ну или в кавычках заболевание, подтвержденный, да, тест на вирус, который был позитивный, он вообще был бессимптомный. Вот, ему было 33 года. И о повторном заболевании узнали совершенно случайно, просто потому что он был в аэропорту и путешествовал в Европу, и у него проверили как обязательный запрос делать тест на COVID-19, на наличие вирусного РНК. То есть у него совсем не было симптомов. Человек же, который заболел в городе Рена в Неваде, он болел дважды с разницей в 48 дней. При повторном заболевании у него была головная боль, кашель и другие симптомы. И он был госпитализирован и была обнаружена пневмония. И ученые как бы говорят, что они рассмотрели пробы этого вируса из первого заболевания и второго, и обнаружили, что они разные, да, то есть первая инфекция отличалась от второй. Давайте теперь рассмотрим теоретически, что это может значить. Если действительно большинство людей могут болеть повторно, то это плохо. Почему? Потому что все надежды на коллективный иммунитет отпадают. Номер два. Иммунитет, который формируется от первичного заболевания, не длится совсем. Что значит, что иммунитет, который будет выработан, если человека привить от COVID-19, да, тоже будет недлительным. Оптимистичным является то, что это все-таки четыре случая из 28 миллионов. Поэтому это даже статистически очень-очень маленький процент повторного заражения. Паниковать не надо. Я думаю, что это хорошая возможность для ученых исследовать. Появилась, так сказать, причина повторного заражения. Почему не выработался иммунный ответ? Как бы возможно исследовать лабораторные этих пациентов, посмотреть группу крови, посмотреть их анализы, там, на витамины, на гормоны, на все остальное. И, возможно, это даст нам больше информации о том, как предупредить заражение. Что отличает этих пациентов от других, да. Вот, поэтому я считаю, что паниковать не нужно. Это все равно информация. Информация — это такой пазл от большой картины. Поэтому все равно это хорошая информация. Когда выйдет официальная бумага, да, официальное научное исследование этих случаев, я с вами обязательно поделюсь, и мы эту тему продолжим. Ну вот и все. Пока на эту тему. Я запишу еще несколько выпусков сейчас для вас на такие темы, как витамин D и новая информация, которая появилась по этому поводу. А также о новой информации по поводу цитокинового шторма. Появился еще один прорыв о том, как SARS-CoV-2 все-таки инфицирует. Больше информации по ACE2 рецепторам. Поэтому, если вам интересно, обязательно загляните и посмотрите следующие два выпуска. А, и пока я не забыла, пишите ваши имейлы, если кто-то может помочь с дизайном или с обучением русскому и украинскому языку. Спасибо. До новых встреч. Не болейте. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.